Нервных прошу не смотреть. Колоссально. То, что я хотел. Стиль модерн под старину. Музейная вещь. Екатериненская эпоха. Не, старик, это надо обмыть. Я телефон себе крутой купил. Смартфон. Настоящий. За 500 рублей. Все же молодцы китайцы. Аппарат супер. Телевизор, МП-3, видеокамера. Ну, правда, есть недостатки. То СМС не отправляется, то ММС на тот адрес уйдет. На день влюбленных отправил жене Валентинку. Так она пришла к моему начальнику. Отправил дочку СМС, что через 5 минут буду дома. У соседки из окна мужик выпрыгнул. Вместе со шкафом. Устроил жене романтический вечер. И только приступил, как говорится, к торжественной части, у него сам включился навигатор и стал орать. Прижмитесь вправо, вы сбились с маршрута, развернитесь. А в самый, я извиняюсь, момент стал визжать, что я превышаю скорость. Но самое главное, что дозвониться с него просто невозможно. Все время не туда попадаешь. Вот у меня жена легла в больницу на обследование. И я решил позвонить и узнать у врача, что да как. То ли я не на те иероглифы нажал, то ли что-то сданкнуло у этого шанхайского чуда. Только вместо больницы я попал в ветеринарную клинику. Алло, говорю, доктор, к вам вчера пациентка поступила. А он говорит, так это ваша сучка. Я говорю, зачем вы так сразу? Она, конечно, не подарок, но чаще она добрая. Ничего себе, говорит, добрая. Хотели ей брюшко побрить, чтобы узи сделать. Так она всех облаяла, а анестезолога за ногу упустила. Тот с испугу сам себе вколол наркоз. Вторые сутки разбудить не можем. Я говорю, подождите, насколько я помню, у моей на брюшке брить нечего. Говорит, нифига себе нечего. Целый мешок настричит. Детям на варочке хватит. Я говорю, а узи-то зачем? У нее что, проблемы? Врач говорит, да нет, все хорошо. Беременность протекает нормально. Семерых насчитали. Я говорю, как семерых? Откуда? Он говорит, ну уж дочка не от верблюда. Видно, пока вы гуляли, она бегала к кобелю. Лучше за ней смотреть надо. Ухаживать. Ну что это такое, а? Зубы стертые. Усы не стриженные. Зад не щипанный. Мы ей пять полтунов с левой ноги срезали. А у нас же члены вашей семьи. Сколько лет она уже с вами живет? Я говорю, десять лет. А до этого пять лет встречались. Говорит, ну хорошо, нормально. Вы после родов приводите ее к нам. Мы прямо на брюшке ей клеймо поставим. С номером вашего телефона. Всего за восемь тысяч. Я говорю, за восемь тысяч я и сам телефон напишу шариковой ручкой. Врач говорит, ну смотрите, дело ваше. Но у нас лучшая ветеринарная клиника в городе. Я, как про ветклинику услышал, от радости даже заскулил. Тут еще теща подходит, говорит, запиши меня к хирургу. У меня, говорит, ноги болят. Ну я стал звонить. На этот раз попал на мебельную фабрику. А я дома давно уже хотел кухню поменять и воспользовался моментом. Говорю, алло, девушка, я говорю, можно у вас кухню заказать? В этот момент в комнату вошла теща. Ну она подумала, что я с врачом про нее разговаривала. И стала послушивать. А я же не в курсе. Я говорю, наша-то уже совсем старая стала. Она у нас уже лет двадцать. Как с женой сошлись, так она у нас и появилась. Глаза уже на нее не смотрят. Хотел ее даже с девятого этажа выбросить. Вся перекошенная, скрипит, крепежит. По бокам сдуло, сзади все вываливается. Труха из нее сыпется. Так что отвезу ее на дачу, разрублю на части и сожгу. Или отдам соседу. Он из нее скворечником наделает. И тут теща так завопила, что наш кот, сидя в лотке, сходил мимо. Я после этого с женой и с тещей сильно поругался, психанул и решил себе участок земли купить, чтобы жить от всех отдельно. И опять эта пекинская погремушка. Все напутало и попал я в ритуальную контору. Я говорю, алло, женщина, я хотел бы у вас участок купить. Шесть соток. Она говорит, а зачем вам столько? У нас участки два на метр восемьдесят. А шесть соток это на сто пятьдесят мест. Я говорю, не, мне на сто пятьдесят не надо, мне на одного. Я с женой и с тещей поругался. Так достали, что скоро повешат. Хочу от всех скрыться на своем участке в деревянном домике. Буду ценными днями лежать и отдыхать. Главное, чтобы соседи были не шумные. Ну, чтобы после одиннадцати не буяли. Она говорит, а они у нас и до одиннадцати пикеньки. Я говорю, ну и хорошо. А речь-то, говорю, чтоб была рядом. Я вечерами буду выходить купаться. Я не знаю, до чего бы я болтался бы, если бы у него аккумулятор не сел. Ну, короче, измучился я с ним, как китайцы со своей рождаемостью. И пользы никакой, и выбросить жалко. О, меня сосед сверху в прошлом году залилил. Вот я ему этот китай-фон на день рождения подарю. Пусть теперь он с ним помучается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!